А вот съезд, который в августе будет, там в программе съезда есть такие пункты, как обсуждение основы шаманизма, кодекс чести шамана, основные шаманские правила, о недостойной чести шамана случаев, порочащих шаманизм. Такие вот программы. Вы не боитесь, что это станет такой, как бюрократия? Слишком много таких вот документов, уставов, которые ограничат жизнь? Время не стоит на одном месте. Надо порядок новости. Какой-то человек там с ума сошел, да, и говорит, я же обман, туда-сюда и людей обманывать. Это ничего не у него, какой-то силы нет, духами, связь нет. Это он там порочит. Таких людей надо, конечно, если хочешь, приезжай сюда. Мы это самостоятельство вылечим и человеком сделаем. Мы эти самостоятельства у людей лечим. Эпилептиков тоже лечим. Понимаешь? Самое вот это трудное такое. Вот. Заболеваний. Вот. Дети вот когда вот таких возрастов начинают видеть, да, я закрываю, мы закрываем глаза, чтобы пока не, чтобы не видели черти, не видели вот сторонний мир, чтобы этот ребенок, чтобы этот мир не рассчитался. Понимаешь? Чтобы он не боялся еще вот этого, понимаешь? Чтобы реальный мир видел. А потом 40-летний возраст или 30-летний возраст будет видеть, потом будет это восхищение получать. Вот. Вот вы пишете, я прям видел в интернете два точно текста про проблему лже-шаманов, которые, как вы пишете, пьянствуют, принимают по адресам и вымогают деньги. Какие еще признаки есть? Как вот это все различать? Шаманское название, шаманизм, да, чтобы корыстные все, есть такие люди, понимаешь? Их надо убрать. Вот вы даже готовы привлекать правоохранительные органы. Потому что люди мне отовсюду взялутся. Понимаешь? Хотя бы этот человек вот этот. То есть это вообще не шаманы, это просто шарлатаны, которые используют так антураж. Да, это, туда, 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 туда обращайте, это шарлатанам. Потому что их я поставил на месте. И мои полномочные представители верховного шамана России по, например, Алтаю, по Хакасию, по Бурятию, по Якутию, по Перми, и, например, по Санкт-Петербургу, по Москве, там много у меня, понимаешь? Пусть они там... Это таких людей. Вот. Если пришел в это заявление мне, человек забрал там деньги, и там он что-то там шушукал, и ничего не сделал, вот это и есть. А если у него документы, если нет, вообще. Вот не надо верить. Каждый шаман должен документов. Та же сертификат. Посвящен в таком-таком году, в таком-таком месяце, в таком-таком день сильнейшему шаману, например, или верховному предчастию к шаману. Прошел посвящение. И удостоверение должно быть. Каждый человек пусть знает, чтобы кого приглашать. Вот. Поэтому мы там вообще, там взрыв. Какой взрыв там это? Там несколько людей только путают под ногами у настоящих шаманов. А вот порядок навести надо. Навести надо взятельно. Вот, например, вот смотри. Вот религии-то, разные религии. Тоже свое время, например, Попов, Лам, там этот, Мулу, Равинов-то. Они же тоже порядок делали. Куда-то, понимаешь? И они вот, чтобы людям только хорошее читать. Понимаешь? Сутру там, или там салма там, всякое. Вот. Чтобы люди вот так же вот этот, когда послушаешь этот, ихний этот хороший, понятном языке, например, русском языке, русском вот это, Вот. Если читать, слышишь, 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 в горе у человека уйдет, понимаешь? Там какой-то, если был бы такой, что-то давил его, что-то угнетал, понимаешь? Это все уйдет, понимаешь? Это правильно не делать. А вот у нас буддизм, смотри, у нас тибетский язык, так и читает. Никто не знает этого языка. Вот поэтому много людей влетает туда. Неизвестный язык, это очень опасный язык. Вот. Вот. Надо перевести хотя бы на русский, хотя бы на туристский язык. Вот тогда бы можно было. Вот вы говорите, наведение порядка. Как я понимаю, это вовлечено много регионов, а есть же те, кто в шаманские организации и сами одиночки, которые не согласны, которые говорят, что ну это там ваша личная инициатива или нам это вообще не нужно, мы в этом не будем участвовать. это народ ко мне пишет. Много писем у меня много-много просьбы, чтобы таких шарлатанов надо убрать, настоящие, чтобы были. Поэтому пусть обещаются сюда приезжать. Вот. туву. Они тоже настоящие, но там буряты, например, казахи, те же самые в Узбекистане представители, но они будут с вами не согласны? Нет. Это уже забыто я, это у людей. Северный народ, смотри, крысение просло всех. Силам крысили. В буряте, например, это буддизм там вообще задавило было. Смесь с религией шамаризма это очень опасная вещь. Надо здесь чисто брать силу, уметь брать силу от природы, использовать даже камень. Смотри, даже камни. Вот.